Добрый день, с вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лембиту. Вы знали, что трейдеры, у которых есть правила торговли в боковике, гораздо чаще совершают прибыльные сделки? Кстати, а у вас есть правила, по которым определяете окончание боковика? Если нет, то сегодня они у вас появятся. Если да, то продолжайте смотреть, вдруг мои правила окажутся проще и эффективнее. Прежде чем продолжим, предупреждение о рисках. Торговля на бирже сопряжена с риском потери вложенных средств, а доход не гарантирован. Поэтому переходите к реальной торговле только после ознакомления с методами ограничения рисков. Если чистая вода превратится в лед, мы можем сказать, что температура упала до 0 градусов. К сожалению, такого стопроцентного правила с боковиком нет. Но о критериях, которые подсказывают переход цены от бокового движения к трендовому, с большей долей вероятности, сегодня расскажу. А чтобы закрепить и лучше понять материал, во второй части будет тест. А для тех, кто захочет глубже разобраться в теме, предлагаю скачать эту презентацию из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Для этого переходите по ссылке в описании. В группе «Учимся зарабатывать на бирже» много уникальных материалов по трейдингу в открытом доступе. Первый критерий – пробой границы. Но если вы уже смотрели первую часть видео про боковик, то знаете, что в боковике цена регулярно пробивает границы. Поэтому первого критерия – мало. Второе условие – цена не уходит от границы боковика и не пробивает последний экстремум. Первые два критерия – предпосылка к движению. Но их тоже недостаточно. Поэтому должен быть третий критерий. Третий и последний признак – закрепление за границей максимумов. Если говорим про возобновление тренда вверх. Теперь посмотрим на примере, как применять эти критерии. Первый признак – цена пробила верхнюю границу боковика и после пробоя границы не идет ниже последнего минимума и даже не возвращается в диапазон боковика. Последний признак – закрепление цены за границы боковика. Чтобы лучше разобраться, посмотрим еще один пример. Как и в первом случае, все начинается с пробоя верхней границы. После чего цена не возвращается ниже последнего минимума. После чего закрепляется выше. Вы узнали про критерии, а теперь покажу, как принимать решение, в какой момент можно искать вход в сделку. До тех пор, пока цена не пробивает границу бокового движения, ничего не предпринимаем. Так как цена в рамках быковика может двигаться долго, но как только границу преодолели, мы начинаем пристально наблюдать за поведением цены. Как вариант, можно поставить на границе боковика алерты. В отличие от флага, боковик редко, когда после пробоя приводит к сильному направленному движению цены. Поэтому ждем откат, главное, чтобы он не был слишком глубоким и не пробивал последний экстремум. Будем ли мы сейчас открывать сделки? Нет, потому что боковое движение очень инертное и надо дождаться последнего подтверждения. И только после того, как цена закрепится выше, мы можем искать вход по тренду. В данном случае в лонг. Для прохождения теста вам понадобится только лист бумаги и ручка. На выполнение каждого упражнения отводится около 7 секунд. Это время условно, так как лучше всего при первом прохождении теста видео ставить на паузу. В конце теста, просуммировав баллы, вы сможете себя оценить. Если в первый раз не получится, ничего страшного, пересмотрите ролик и в паузах делайте остановки. Используйте презентацию к этому видео. Презентацию можно скачать из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Также приглашаю вас принять участие в моих бесплатных вебинарах, которые проходят каждые две недели в четверг на площадке Admiral Markets. Там вы сможете задать мне свои вопросы вживую. Ссылка для регистрации в описании к этому видео. Приготовили бумаговую ручку? Отлично, тогда начинаем. Посмотрите на график и скажите, пробой какого уровня – синего, зеленого или красного – скажет вам о продолжении тренда вниз. Готовы? Время пошло. Если вы сказали, что пробой красного уровня говорит о подтверждении тренда очень хорошо. Поставьте себе за этот ответ 1 балл и двигаемся дальше. Второй пример, задача та же. Пробой какого уровня – синего, зеленого или красного – скажет вам о продолжении тренда вниз. Готовы? Начали! Кто выбрал синий уровень? Отлично! Поставьте себе еще один балл. Третий пример. Приготовились? Начали! Кто выбрал синий уровень? Добавьте себе еще один балл. Обратите внимание, что пробой красного уровня привел бы к убытку. Четвертый пример. Готовы? Начали! Интересно, удалось ли мне вас здесь запутать? Если выбрали зеленый уровень – очень хорошо. Значит, поняли основной принцип. Напишите об этом в комментариях и добавьте себе один балл. Пятый пример – он с подвохом. Прежде чем отвечать, серьезно подумайте. Готовы? Начали! Если выбрали зеленый уровень – хорошо, ставьте себе один балл. А что насчет подвоха? Да, в данном случае можно было выбрать и синий уровень тоже. Почему? Выскажите свои предположения в комментариях под видео. А тем, кому интересно проверить правильность своих догадок – скачайте презентацию из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Там я объясню, почему так думаю. Кстати, во время вебинара мы это разбирали. Так что те, кто хочет узнавать разные полезные детали трейдинга, приглашаю принять участие в моих бесплатных вебинарах по Price Action. Они проходят каждые две недели вечером по четвергам. Ссылка для записи на вебинар будет в описании. Совсем забыл. Кто выбрал синий уровень и зеленый – поставьте себе за каждый по одному баллу. Идем дальше. Шестой пример. Готовы? Поехали! Этот пример не должен был вызвать сложности. Кто выбрал красный уровень – ставьте себе один балл и двигаемся дальше. Нам осталось разобрать еще четыре примера. Седьмой пример. Приготовились. Начали! Этот пример был чуть сложнее, но думаю и он был вам по силам. Кто сказал зеленый уровень – хорошо. Что-то примеры пошли простые. Пора добавить чего-нибудь сложного. Как и обещал, восьмой пример не очень простой. Поэтому прежде чем отвечать, подумайте. Готовы? Начали! Как думаете, почему здесь правильный ответ – зеленый уровень, а не красный? Поделитесь своими идеями в комментариях. Да, кто выбрал зеленый уровень – добавьте себе один балл. Мы уже много прошли, поэтому девятый пример чуть легче, чем остальные. Приготовились? Начали! Здесь все просто. Кто выбрал красный уровень – ставьте себе один балл. Мы на финише. Остался последний пример. Готовы? Время пошло! Кто выбрал зеленый уровень – молодцы! Интересно, сколько баллов вам удалось набрать? Напишите об этом в комментариях. А сейчас подведем итоги теста. Если вы набрали 2 балла или меньше – сделайте паузу, пересмотрите ролик. Скорее всего, вы спешили и не дали себе времени подумать. Если вы набрали от 3 до 6 баллов – неплохо, но можно еще все внимательно проработать. У вас есть хороший потенциал для дальнейшего роста. Если ваш результат в пределах от 7 до 8 – это хорошо, но и его можно значительно улучшить. Если вы набрали 9 баллов и выше – поздравляю, это отличный результат. Попробуйте его закрепить и улучшить, скачав презентацию из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Друзья, если вам понравился материал – ставьте лайк, поделитесь им в соцсетях, напишите комментарии, расскажите, сколько баллов вы смогли набрать в тесте. Подписывайтесь на канал Admiral Markets и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!